Всем привет, друзья! С вами ваш Мангуст, и я рад вас приветствовать на своём канале. И сегодня у нас новая рпшечка по фарминг-симулятор 17. Новогодние каникулы продолжаются, и у нас на Курае тоже они продолжаются. Вот такую вот мы ёлочку здесь поставили. И сегодня мы с вами собрались здесь не просто так. Жители Курая попросили нас кое-что сделать для них, праздничное такое. Знаете, каникулы вроде есть, а заняться в деревне нечем, да? Люди отдыхают, а чем бы заняться? Ну, первые дни там салатики кушали, там все дела отмечали, салюты запускали. Вторые дни по гостям, там второй день по гостям куда-то ходили. Третий там ещё чем-то занимались. В общем, людям наскучило отдыхать, и нужно что-то сделать. И жители нас попросили с Петровичем сделать им каток. Но как сделать? Мы же не будем его заливать где-то, да? Сейчас у нас и не получится. Таких сил нету. Поэтому, ребят, мы решили его найти. И искать мы его будем. Ну, тут вроде река есть, вы спросите, почему бы каток на реке, да, не сделать? Петрович, почему бы, да, не сделать каток на реке? А мы вам ответим. А то, что на реке опасно, ребят. Вот течение, может быть, где-то подмывать что-то. Ну, представляете, если кто-то из жителей провалится. Будет некрасиво. Поэтому мы сегодня с Петровичем поедем в район, вот там, видите, 9-е, 13-е поле, 14-е, 12-е. Вот где-то в том районе есть такие небольшие озёра, болотца, там что-то типа такого. И мы сегодня с вами поедем туда искать клёвое место. Именно такое живописное, классное место. И для этого нам сегодня понадобятся снегоходы. На снегоходы нам выделил сельсовет. Ну, типа не подарили, а так выделили на зиму. Вот у них там оказалось два снегохода, поэтому вот такие вот красавцы. Ski-Doll Rotex 800R E-TEC. Ну, прикольно выглядят. Кстати, эти снегоходы у меня уже как-то были. Тоже выдавал мне сельсовет, там тоже погонять. Очень прикольные, там можно прям быстрые такие взять. Ну, мы сегодня взяли с Петровичем обычные, то есть слишком быстрые мы не стали брать. Вот, поедем мы на снегоходах. И самое важное, что нам с Петровичем нужно сделать. Мы найдём этот каток. А я не знаю, будем ли ему обустраивать, не знаю. Сейчас с Петровичем ещё потом решим. Ну, и вы в комментариях тоже напишите, подскажете. Потому что, может быть, там и заборчик поставить, может быть, освещение. Не знаю, посмотрим. Ребят, всё зависит от вас, от ваших лайков, от ваших комментариев. Так что, если хотите больше роликов по ферме, ну, я знаю, что вы хотите, вы любите. Поэтому, ребят, не жалейте, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. И, кстати, сегодня попадают вот эти ребятки в этот ролик. Спасибо всем за комментики, ребят. Пишите больше, пишите чаще, вы обязательно попадёте. Так, ну что, а, ещё и сегодня, не просто так, ещё снег будем чистить. Ребят, дорогу нужно будет найти, каток и расчистить дорогу. Ну что, Петрович, по коням. Помчались. Так, давайте. Кстати, ёлочка у нас прям очень красивая. Поехали, Петрович. Ты, блин, слушайте. Подождите, надо ещё на руле вот так вот поставить. Но тут, знаете что, на снегоходе обычно, как бы, по земле ездить не охота, точнее, портить. Поэтому, знаете что, Петрович, давай-ка мы с тобой по снегу прям поедем. Кстати, а есть интересный вид от первого лица? О, да, смотрите, есть. О, вот это нормально, тоже прикольно. Но всё равно мне нравится вот так вот, и вам удобнее. Смотри, Петрович, аккуратно, не провались. Тут яма. Вот, обещаем. Так, ребят, сейчас самое что. Едем мы, как я и сказал, в район девятого поля. Здесь у нас никаких таких озёр нет. Потом здесь всё спокойно проскакиваем, осматриваем красоты Курая. Как я и обещал вам, помните, что скоро будет новая карта. Вот, обещал, это, вот хотел, кстати, сегодня уже начать вам новую карту снимать, а потом подумал, что как-то нехорошо будет бросать зиму на Курае, и поэтому мы с Петровичем решили пока не переезжать туда. Пока не переезжать, всё-таки весной, да, Петрович, лучше переезжать? Да. Вот. Мы с Петровичем решили именно переехать туда весной. Как закончится зима на Курае, наша любимая, то мы с Петровичем... О, кстати, Петрович, смотри, какой тут небольшой... А, это сточные воды, не, жителям Курае в сточных водах как-то не особо хорошо будет кататься, я думаю, запашок там стоит ещё. А, будь здоров. Так, ну что, пробираемся дальше, давай, Петрович, мимо кустов. Вот, и сейчас будет такая целина у нас. Кстати, интересно, можно на снегоходах приезжать по асфальту? В принципе, у него сзади резиновые. Охера себе, красава, лайк за такой прыжок от Петровича, ребята. Хотя здесь даже не асфальт. Петрович, красава. Слушай, давай ещё раз прогонём, подожди, давай назад, Петрович. Вот прям вот здесь, давай, давай, вот, давай, 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 погнали. Стой, и я за тобой, давай, разгоняйся, разгоняйся. Петрович полетел, и мангуст за ним. Уху. Слушай, Петрович, да это вообще крутяк. Давай ещё разок такой, специально для наших... Подожди только меня. Стой, 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 назад давай. Давай вместе стартанём, сейчас вместе парно полетим. Давай, вставай рядом со мной. Разгоняемся, поехали. Поехали, поехали, давай, 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 давай. Газу, газу, Петрович. Опа. Синхронный прыжок, всё, поехали. Красота. Ребят, Лукаса отгружаем, красота получилась. Вот, и я, кстати, может быть, ещё что-нибудь сделать со снегоходами. Тоже предлагайте ваши идеи в комментариях, что можно ещё сделать со снегоходами. Вот, может быть, прыжки какие-нибудь. Но у меня были через вертолёты? Может быть, прям реально через вертолёт? Или что-нибудь через трактор? Ё, Петрович, ты что не предупредил-то? Ну, какая яма. Так, мы... Слушай, Петрович, ну что, там слева какое-то озеро. Поехали, посмотрим налево. Слева озеро, ребят, сейчас посмотрим. Там спереди ещё есть, но спереди, мне кажется, болото какое-то. Так, сейчас здесь посмотрим. Угу. Ну что, ребят, как вам первый каток? Вот, смотрите, мы нашли с Петровичем первый каток. Хорошее, красивое место, в принципе. Ну, оно какое-то темновато. Видите, здесь деревья растут. Вроде хорошо, да, красиво, но не знаю. Как-то не по-новогоднему, что ли. Трава растёт вокруг. Ёлки какие-то. Не, некрасивое место. Некрасиво, ребят. Поехали искать следующее. Но вы всё равно напишите, какой вам каток понравился больше. Это был первый каток. А поехали ко второму, Петрович. Вот тут есть дорожка такая. Вот, видите, всё замёрзло. Всё у нас накурает. Нафиг замёрзло. Вот, есть ещё одно место. Ух ты, блин. Нифига себе. Слушайте, я эту ЛПшку уже потерял. Реально, я про неё забыл. Помните, мы ещё давно-давно рубили, ну, пилили дрова. Это лес. Ей, офигеть, сколько она здесь стоит уже? Сколько у неё моточасов? А, она уже сломана, походу, да? А, нет, семь часов. А, ну, значит, она здесь простояла. Ребят, я про неё уже реально забыл. Смотрите. Обалдеть. Вот это находочка просто. Жесть. Поехали дальше, Петрович. К этому озеру. Вот. Ну, смотрите, вот это уже... Ух ты, тут какое-то бревно валяется. Ребят, вот это уже получше. Покрасивее. Реально прям красивый каток. Чём-то московский напоминает. Такой, знаете, как на Красной площади. Не, ну, поехали дальше. Ладно. Петрович уже тут на снегоходе наваливает бочком и всем, чем можно. Так, ну, это болото, Петрович. Не, это со сессонного болота. Сюда мы залазить не будем. Ребят, ну, вот этот каток мне реально понравился. А вот ещё один. Тут есть какой-то, да, Петрович? Слушай, ну, вот этот прикольный. Вот, ребят, смотрите, вот этот реально прикольный будет. Тут и берёзки, и... И берёзки, и лес, то есть такой. И он, ну, классно. Слушайте, вот этот реально очень такой эффектный. Мне даже больше понравился, чем... Второй, это вот тот овальный. Тоже нормальный. Но здесь поближе к деревне именно. К мокрому ельнику. Мы же им ёлку не поставили. Я думаю, хоть каток нормальный запилить. Всё, давай, Петрович, сюда. Так, ребят, ну чё, нашли каток. Я предлагаю... Есть такие варианты ещё, ребят, как у модернизации катка. Сейчас мы, конечно, дорогу почистим к нему. Кстати, свет работает. О, смотрите, свет есть даже такой. Прикольно. Слушайте, прикольно. Вот, можно сделать модернизацию катка. То есть можно поставить забор, можно сделать ещё этот свет, светильник и поставить. В общем, пишите в комментариях, как вы хотите, чтобы мы украсили каток. И мы обязательно украсим. Давайте наберём 3000 луксов. И мы будем украшать каток ещё с Петровичем. Ну и Наташку, наверное, ещё как дизайнера привлекём. Пусть она там смотрит. Я ей дам какие-нибудь моды такие прикольные. Найду для украшения. И она будет смотреть. Ну что, сейчас мы, ребятки, едем в деревню. В деревню едем мы не просто так. Так, нам нужно будет сейчас у местных мужиков взять трактора. То есть у них такие же МТЗ для очистки деревни есть. Мы тоже им предоставили их. Вот они стоят. Красота, ребят. Я ещё МТЗики вот эти очень прям полюбил. Мне они очень понравились. Чё, Петрович, давай парковаться здесь. Ух ты, нифига себе, корову. Ну чё ты его надо? Так, есть. Свет отключаю. Есть. Подъезжай, Петрович, тоже паркуйся. Давай, бери себе МТЗик. Я себе вот этот сейчас тоже сделаю. Так, надо проверить, чтобы здесь всё нормально было. Так. Масло есть. Так, масло ещё проверим, ребят. Да, всё нормально. Так, есть. Закрываем. Сейчас утеплитель. Утеплитель есть. Да, всё, утеплитель есть. О, спасибо, Петрович, дверь мне открыл. Красава. Так. Закрываем дверь. А что здесь можно ещё сделать? Так, музычку можно включить? Мне музычку нельзя. Сзади можно открыть дверку. Хотя не холодно будет. Ладно, включаем печку на всю и поехали работать. Так, Петрович. Сейчас я заведу свой трактор. Всё, поехали. Давай, Петрович, выдвигайся. А, ты решил за мной? Ты решил за мной, что ли? Ну ладно. Так, ребят, ну что, сейчас самое интересное. Блин, кстати, я вот... Я понял, что вы тоже любите чистку снега. Я тоже это обожаю, на самом деле. И, чё хочу сказать. Может быть, скоро у меня получится в реальной жизни снять работу на тракторе. А, у Наташи брат работает на тракторе снега... Ну, он убирает в городе у нас. Реальная жизнь именно работает. А трактор небольшой какой-то, МТЗик такой. Блин, не знаю, как он называется. Но прям очень-очень маленький такой. Прям красного цвета он у него. Такие городские, знаете, трактора. Ну, чё, Петрович, давай в другую сторону отвал делай. Или ты за мной просто поедешь? Ладно, давай попробуем. Так, ты просто за мной будешь сгребать, что я не смогу убрать. А ты как бы за мной. Так, ребят, ну что, чистка снега начинается. Так, чуть-чуть пониже ковши пускаю. Так, нужно ехать примерно-примерно по дороге. Так, давайте вот так вот сделаем. О-о-о! Полное погружение! Вот это красота! Так, отлично идёт. Прям... Не, давай тогда в другую сторону. Да-да-да, ты в другую сторону тогда отвал поворачивай. Слушайте, ребят, отлично идёт. Мощности трактора вполне хватает, чтобы почистить снег. Даже, смотрите, даже, я бы сказал, ничего такого после нас не остаётся. Вот поэтому я и говорю, что хорошо, что мы выбрали каток поближе. Иначе бы снег чистить нам было очень-очень-очень-очень долго. Слушай, Петрович, ты, мне кажется, наоборот там ещё-то всё нафиг, всю малину портишь. Нет? Нормально у тебя всё? Давай вот так сгребай. Ладно, я дальше еду, ты так аккуратно. Слушай, а я что-то не понял, куда нам... А, вон он, вон он, каток. Всё, ребят, вижу. Так, я стараюсь ещё чисто по дороге ехать. Петрович, отключи-ка свет, а то у меня тут это, в кабине слепят. Во! Да-да-да, слушай. Ты меня реально прям в кабине слепила. Так, надо аккуратненько по дороге ехать вот так вот. Хотя, с другой стороны, если мы будем чисто прям чётко ехать по дороге, то получается, что мы с вами окажемся в этом болоте. В болоте нам оказывается неохота, поэтому... Ну, точнее, я думаю, никому из вас в болоте оказывается неохота, и нам тоже топить там трактора. Поэтому мы сейчас... Опа-опа-опа-опа. Так, подожди, подожди, Петрович. А, давай-ка мы сейчас... Я чуть проеду, круголясь сделаю. Давай-ка мы на обочину как-то счистим это всё в одну сторону сейчас. Да-да-да-да-да. Потому что что-то много снега накопилось, и уже всё, ковш отбрасывает всё это дело. Во! Так, всё, я поехал дальше. Так, поворачиваем сейчас налево. Так, интересно, как здесь дорога идёт? Вот она идёт, 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 идёт. А дальше куда поворачивать, непонятно. Слушайте, неужели она прям в болото уходит? Слушайте, ну мне так не надо, ну нафиг. Я туда не хочу. Да, она прям в болото поезде уходит. Чё за дорога такая? Так, а я правильно начал чистить? Не, Петрович, подожди, подожди, подожди. Надо нам вот сюда с тобой. Вот так вот. Во, вот сюда вот. Так, чуть-чуть под наклончиком. Под снегом смотрим, да, ребят, зелёная трава. Всё, нам... А вот, вот он, всё. Стой, слушай, вот она дорога-то идёт. Значит, мы немножко неправильно расчистили. Надо там... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Чё-то меня уже здесь заносит. Здесь какая-то грязь такая непонятная. Аккуратненько. Тракторист, крепче за баранку держись, шофёр. Так, вот так вот. Всё, здесь есть дорога, нормально. Вот, видите, грязь какая. Так, Шай Петрович получит. И там начинаю расчищать. Сейчас я прям пробьюсь. И потом ещё разок пройдёмся. Посмотрим, как лучше всё это сделать. Так, пошло, 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 пошло. Поехало. Хорошо нам каток ещё. Вот, смотрите, уже всё. Не справляется трактор. То есть, уже что-то там мне мешает всё это дело прочистить. Грязь, наверное, скорее всего. Просто трактор берёт и буксует. Так, естественно, нужно ещё нам парковочку здесь где-то сделать. Да, нужно парковку, чтобы машины... Ну, приехали, допустим, там мужики, да, там на Нивах, на Семёрках, на Копейках, на УАЗиках там всяких. И чтобы была у них парковочка. То есть, вот, вот, идеальное место для парковки, я думаю. Сейчас мы всё это... Ладно, Петрович пока там сейчас расчищает дорогу. Более-менее получше так. Вот, потому что не каждый, да, там на полноприводной тачке едет. Сейчас Петрович там получше расчистит. А я пока сделаю место для парковки. И такой заезд сделаем. Ещё потом, наверное, наймём мы, может быть, Вольво. Есть такая Вольво крутая. Вот, наймём её, и она прочистит именно дорогу с той стороны. Потому что тракторами это будет очень долго. Ну, на самом деле, очень долго. А Вольво пройдёт вообще замечательно. Она идеально чистит снег. Плюс у неё ещё она едет, посыпает всякими химикатами. Там будет гололедец, очень хорошая штука. Так, давайте-ка мы с вами вот снег сейчас будем вот сюда в болотце всё это дело сгребать. Петрович, как там у тебя дела-то продвигаются? Пока справляюсь. Ну, хорошо. Вот, да, это где там? Во, да-да-да, вот это место. Аккуратненько там. Потому что, видишь, там как бы наклончик. Всё-таки ребята там на какие-то копейки поедут, блин, занесёт их ещё, будет не особо хорошо. Ну вот, ребят, смотрите, что как можно облагородить всю эту территорию. Вот я сделал парковочку. Да, можно сюда поставить, ну, знаки, во-первых, попробовать. Да, всякие там повороты поставить. То, что здесь поворот, там туда-сюда. Оградить заборчиком здесь парковочку. Плюс поставить освещение на каток. Ну, чтобы фонари светили, будет очень хорошо, я думаю, получится. Какие-нибудь декорации можно установить. Типа снеговиков. Там ещё что-нибудь такого. Посмотрю, что ещё есть. Так что, ребят, давайте проявим активность. Здесь наберём реально, ну, плюс-минус там 3000 лайков. Мне будет очень приятно. Хотя, когда я вас спросил набрать 3000 лайков, вы набрали уже... Кстати, ты видел сколько на том ролике, где мы чистим снег? Там уже более 10 тысяч лайков. Ребят, вообще огромное спасибо вам за активность. Просто вы лучшие, просто лучшие. Поэтому надеюсь, что на этом ролике вы тоже сделаете такую прям активность. Всем спасибо, кстати, кто ставит, кто поддерживает. Ребят, не думайте, что вот вы так поставили, да, что это так, просто так. Или кто-то другой там поставит лайк. Нет, ребят, вы должны... Если вы хотите больше всяких интересных роликов, вы должны как бы тоже проявить активность и поддержать. Поддержать автора. Ну, в данном случае меня. Чтобы, как бы, была такая возможность активность, знаете. Мне очень приятно, на самом деле. Не всегда получается уделять этому много времени, так как я работаю в реальной жизни, как бы. Но я стараюсь, ребят, вас радовать, да. Взял тут немножко отдых. Дня 4 я отдохнул после Нового года. И всё. Возвращаемся в работу. Возвращаемся к съёмкам. А планирую, опять же, сейчас начать уже 19-ю ферму, потому что уже нормально. Там уже карта появилась более-менее адекватная. Плюс появились моды, уже можно начинать играть. Ну что, парковочку я сделал. Дорогу мы с Петровичем расчистили. Получилось, я думаю, вообще шикарненько. Прямо мне очень нравится. Так, вот отвал сейчас в эту сторону ещё. Ещё такой. Немножко снега тут уберём. Так, тихо. Вот опять заносит, конечно, здесь грязь такая. И поэтому меня вот заносит. Так, Петрович, чё тут как делишки-то? Вон, Петрович там расчищает, чё-то расчищает. Так, вот сюда мы сейчас всё это сгребём. Так. И вот эту. Ну, вот тут там, в принципе, нормально. Сейчас я вот этот загребу. Петрович там доделает. Так, сейчас вот этот. Во. Что он как-то не хочет. Заметили? Как-то не хочет сгребаться. Мне кажется, он как-то в яму попал какую-то. А, во, пошло, пошло, пошло дело. Всё, вот. Вот так вот. Зашибись. Просто зашибись. Отлично, ребят. Отлично получается. Так, сюда сворачиваем. Отвальчик. В другую сторону поворачиваем. Поехали. Всё. Есть. Ну, это уже такое, знаете, это уже мелкий, в принципе, снег. Уже вот этот, видите, он прям на самом деле уже мелкий такой. То есть он даже под колёсами уже расходится. Вот. Поэтому тут всё нормально. Ну что, ребят, вот такая вот получилась сегодня у нас история, как мы готовили каток для жителей Курая. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте писать ваши интересные комментарии, не забывайте писать ваши идеи для новеньких рпшечек. И, конечно же, подписываться на канал и ставить ваши лайкосики. И всем спасибо за просмотр. С вами был ваш Мангуст и Петрович. До новых встреч. Продолжение следует...